Новый конкурс, который охватит десятки стран мира. В МИА России сегодня состоялось первое заседание Организационного комитета Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы». Идея его проведения впервые была озвучена в июне на общем собрании Российского исторического общества. И вот немногим более месяца спустя конкретные положения конкурса уже обсуждаются на самом высоком уровне при участии председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина и министра просвещения Ольги Васильевой. Состязание для учителей объявлено в преддверии предстоящего юбилея Победы и станет одним из ключевых в программе мероприятий, которые пройдут в 2020-м в рамках Года памяти и славы, объявленном указом президента России. Память нашего народа о Великой Победе опирается на твердое знание своей истории. Причерпнув, что черпать его можно не только в архивах. Испытания, пройденные нашей страной, глубоко укоренились и в нашей культуре, в художественной литературе, в музыкальных произведениях, в произведениях изобразительного искусства. Поэтому к участию в международном конкурсе «Уроки Победы» будут приглашены как учителя истории, так и преподаватели самого широкого спектра гуманитарных дисциплин, русского и иностранных языков, литературы, музыки, изобразительного искусства. Прием заявок на конкурс начнется 1 сентября, в День знаний. И я рассчитываю, что в этом интересном интеллектуальном состязании примут участие десятки тысяч наших замечательных учителей и методистов. Десять номинаций, среди которых «Лучший урок истории», «Лучший урок литературы», «Лучший музыкальный урок», «Лучший социальный школьный проект», «Лучший классный час» и другие дадут возможность учителям по всей России и за ее пределами представить свои новые идеи и наработки, и более того, поделиться ими с коллегами, чтобы потом применить на практике. Подобная коммуникация в профессиональном сообществе учителей, да еще и преподающих разные предметы, крайне важна, так что конкурс может стать уникальной площадкой обмена опытом и, более того, единым буфером своеобразной базы данных лучших методических разработок, столь востребованных в современных классах. «Меняются запросы наших граждан, меняются ожидания по отношению к учителю, и вот тот конкурс «Урок Победы», о котором уже столько сказал Сергей Евгеньевич, как раз то самое явление, которое созвучно тем задачам, которые поставлены перед нами страной и нашим президентом нашей страны. И, конечно, это будет состязание. Это очень хорошо, потому что это состязание призвано выявить самых активных, самых грамотных, талантливых педагогов, методистов из весьма солидного учительского сообщества». Жюри будет оценивать качество оформления работы, ее соответствие заявленной теме, оригинальность разработки, использование в работе новых образовательных технологий, а также уровень вовлеченности школьников. Ведь главное и, пожалуй, самое сложное – это выстроить диалог с учеником. «Наши школьники сегодня, они, конечно, живут в цифровой среде. И понятно, что для них интуитивно простыми, такими родными, являются разные формы обучения, которые приходят из цифры, связанные с видео, связанные с сетью, со всем цифровым набором. И, естественно, что нам сегодня нужны вот такие приемы. Это тоже определенный дефицит, потому что, если традиционными формами коллеги практики выразивают уверенно, то в цифровой среде учитель все-таки не всегда свободен в плане от арсенала приемов методического». Сначала работы пройдут региональный отбор, затем, как ожидается уже к ноябрю, они будут представлены и на федеральном уровне. «Окончательный отбор будет в очном режиме, то есть 30 финалистов приедут в Москву. Надо будет с детьми вживую показать свою разработку, как это работает в классе, открытый урок или музейный урок и так далее. Все возможности, которые им понадобятся, мы предоставим». Жюри конкурса возглавится председатель российского исторического общества ректором ГИМО Анатолий Таркунов. А в его состав войдут самые известные ученые – академики, доктора наук, профессора, а также директора школ, учителя, журналисты. Всего немногим более 50 экспертов, не так много, учитывая охват конкурса. «Это большая работа для региональных экспертных комиссий, в первую очередь, а потом и для федерального жюри. 10 номинаций, может быть, по итогам сегодняшнего обсуждения добавится 11, 85 регионов. Вот, смотрите, 850 проектов на рассмотрение федерального жюри. Это большая работа, которая, конечно, требует средств на экспертизу, на сопутствующие мероприятия. И в бюджете фонда «История Отечества» эти средства предусмотрены». В ходе заседания говорили и о большой заинтересованности в проекте зарубежных стран, не только СНГ, но также, например, Израиль и Германии. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова предложила активнее продвигать конкурс не только на базе школ при посольствах, но и в рядовых европейских школах. «И мы бы тоже могли подтащить их с их уроками. Это было бы тоже интересно, кстати сказать, в чисто методическом плане для наших преподавателей. Может быть, какую-то специальную номинацию, несколько специальных номинаций сделать. Особенно, если действительно нам удастся привлечь вот западных преподавателей». «По моему, хорошее предложение о возможном расширении числа номинантов и номинаций. Может быть, действительно стоит выделить отдельные номинации для учителей, преподающих в школах за рубежом». Соучредителями проекта стали Российское историческое общество, Министерство просвещения Российской Федерации и издательство просвещения. По итогам встречи между ними были подписаны соглашения о сотрудничестве, что, впрочем, больше формальность, ведь работа над подготовкой к конкурсу уже давно идет полным ходом. Служба информации Российского исторического общества.